Добрый день, уважаемые коллеги! Презрешите представить ваш внимательный доклад на тему особенностей анестезии у пациентов при абдоминальных операциях с химиоперфузией в большом полости. Работа выполнена на базе Национального медицинского советского центра онкологии Минипетрова в 2021 году. Несколько слов о самой процедуре. Гипотермическая химиоперфузия в большом полости – это вариант региональной химиотерапии, когда противоопухоли и препараты вводятся не системно, а подводятся непосредственно к местному организации опухоли. Хирургические вмешательства в таких случаях выполняются, как правило, в объеме сложных и агрессивных мультиэстральных резекций. Такое сочетанное воздействие химиотерапии и гипотеремии получило признание как эффективная процедура, способствующая предотвращению дезиминации опухоли в обрушении. В сравнении с стандартной терапией, а именно химиотерапией и палеотерапией, цитролитивной операцией в сочетании с химиоперфузией в большом полости показали свою эффективность для таких первичных показаций опухоли, как рак желудка, колоректальный рак и рак аппендикс. На данной рисунке представлена схема проведения гипотермических химоперфузий в большом полости. Она проводится как заключительный этап операции. Предварительно вшиваются дренажи в брюшную полость пациента, по которым происходит подача и отток нагретого раствора цитостатика. Датчики, установленные как на шлангах ритока, так и на шлангах оттока, позволяют поддерживать постоянную высокую температуру раствора цитостатики в большом полости. Основной препарат, который мы используем в нашем центре, это цистопатина. И процедура длится в течение часа. В 2020 году на базе нашего центра выполнено 19 подобных операций. Превалирующее большинство пациентов – это женщины. Средний возраст составил 49 лет. И самая частая патология – это рак яичников. Все пациенты получали сочетную анестезию. Предварительно оставился эмпедуральный катетер на уровне 6-7 грудного позвонков. Стандартная индукция в анестезию. И поддержание. В основном мы используем это утревенное микростроенное ведение пропофола. Выбор данных препаратов не случайен, так как при использовании пропофола значительно реже наблюдаются после перспективного рвота в сравнении с применением индукционных институтов. Всем пациентам выполнялась катеризация центральной вены двухподым катетером. Чаще всего это внутренние ремные вены справа. И всем пациентам производился инвазивный мониторинг-дивозинамикой системы флотеринга. Средняя продолжительность операции составила 5,5 часов. Химимперфузия выполнялась в 7% без исключения. В течение 1 часа раствор подаваемого циосатика составил 44 га. Кровопотеря в среднем составляла 0,5 литра. Диорез за время операции более 500 литров, за первые сутки более 2 литра. Киматросоизия выполнялась в 7% без исключения. Объем инвазионной терапии составлял операционно более 5 литров, за первые сутки более 10 литров. Средняя продолжительность кое-какой дней 15. Из-за осложнений, более подробно, хотелось бы остановиться на двухстороннем гидропаниматорсе. Данное осложнение случается часто, так как большинство пациентов, как этап операции, производится в связи с распространенностью процесса стриппинга и резекции купола диафрагмы. И затем при грудении гипотерамической химоперфузии, когда поддаётся арсотеростатик под давлением, происходит пропотевание раствора в полибральной полости. Поэтому всем пациентам без исключения проводится рентген в грудной клетке в первые сутки после операционного периода. Такое грозное осложнение, как гнездоятельный шов и левотрансферсная остамоза, наблюдалось у двух пациентов. Этим же двух пациентам потребовалась релопротомия. Летальных исходов не было. Таким образом, основные проблемы, которые сотрудничают с азиологом при проведении данных операций, можно условно разделить на две большие группы. Первая связана непосредственно с проведением операций. Это в основном риск гипотермии и риск потери жидкости, крови, белку. Поэтому мы используем конвенционные системы, подогреваем растворы и одеял. И вторая большая группа проблем начинается с началом гипотерамической химиоперфузии. Происходит быстрое нагревание пациентов и связано с этим системные эффекты. И также прямое токсическое действие химиоперфузии в первую очередь на почке. Подробнее на второй группе проблем. В связи с быстрым нагреванием пациента мы принимаем токсическим действием препарата химиоперфузии на почке с целью нивелировать данные нежелательные явления мы поддерживаем постоянно норму в линии. Стремимся к поддержанию нормы в линии. И здесь хочу обратить отдельное внимание, что инфидезы говорят как гипо в линии, так и избыточные инфизионные нагрузки. Это может добиться только постоянно инфидезеном, монетрируя гемодинамику. Когулопатию и кровотечение поддержание постоянной прогуляции. И с респектурными нарушениями это относится больше к раннему послеперстану периоду. Помогает адекватное обезболивание и ранняя мобилизация пациента. У нас в клинике мы используем систему флотер-экс, целью монетрируя гемодинамики. Выбор данного метода не случайен. Данная система подсоединяется к любым имеющимся артериальным конденторам, не требует дополнительных болюсов, химических индикаторов и непрерывно оценивает изменения в существенном тонусе пациента и обновляется каждые 20 секунд. Основные гемодинамические параметры, которые мы наблюдаем, это сердечный индекс, индекс ударного объема, парабельность ударного объема и индекс системы осуществления сопротивления. Так это выглядит на мониторе непосредственно. И нашими немецкими коллегами предложена следующая схема ограничительной инфузионной терапии. Используя всего три, и мониторируя всего три его параметра гемодинамики, это сердечный индекс, индекс ударного объема и вариабельность ударного объема. И, пользуясь либо болюсами коллоидных растворов, либо подключением инотропов, мы можем существенно снизить инфузионную нагрузку на пациента. В заключение, хочется остановиться на основных пунктах, позволяющих нам снижать постеперационные осложнения у пациента, переносивающих стеркзивную операцию с гибридринсикой и перфузией в большей полости. В первую очередь, это оптимизировать объем инфузионной терапии, ориентируясь на показатели инфузионного мониторинга, не допускать переохлаждения пациента во время операции и гипертремии в течение химиоперфузии, не допускать развития коглопатии, и стремиться к как можно раньше активации пациента. Спасибо за внимание. Продолжение следует...